Самое большое предприятие Воркуты. Одна из крупнейших угледобывающих компаний России. Воркута уголь. Опора за полярье. Для жителей которого День шахтера – главный праздник в году. Для представителей отважной профессии. Горожане даже подготовили видеопоздравление. На нем проникновенно читает стихотворение своего земляка, поэта Виктора Апикишева. За стволом стволы стоят, многоглубье. Мы одной с тобой, земля, дышим грудью. Как шахтер недалеко, запах снега. Вентилятор сквозь него гонит небо. Почему шахтер светло так смеется? Вентилятор сквозь него гонит солнце. В 2017-м, юбилейном для праздника, город ждут не только новые, но и традиционные события. Велопробег вахты памяти проходит каждый год в дань уважения погибшим на производстве горнякам. Велосипедисты посещают мемориалы. Среди спортсменов и сами горняки, и другие сотрудники угольного предприятия, и простые жители. Еще один раз напоминание жителям всем, что город Воркута – это город шахтеров в первую очередь. Это очень достойная и почетная профессия, которую надо уважать. Мы это должны воспитывать не только во взрослых людях пожилых, но и в детях. Главной темой праздника в этом году станет эволюция шахтерского труда и преемственность поколений. Современность угледобычи будет представлена на выставке горно-шахтного оборудования «История» на музейной экспозиции в Доме культуры шахтеров. Серия видеороликов покажет, какой путь прошли шахты с 30-х годов до сегодняшнего дня. Советская власть открыла новую страницу в жизни Севера. 1 сентября 1934 года шахтеры поселка Воркута пробили вечную мерзлоту и выдали на гора первые тонны каменного угля. Главные же торжества Заполярье пройдут в выходные. Парад горняков по центральной улице города, народные гуляния, фотозоны, фестиваль уличной еды. В спорткомплексе «Олимп» около 2000 работников ждет представление знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых. Приятным подарком для горняков станет и концерт известной группы «Ума Турман». Он завершит вечернее празднество. Сама же Воркута уголь в жизни северного города участвует постоянно. Каждый год выделяет 20 миллионов рублей на социальную поддержку Заполярье. Наша помощь городу, в котором мы работаем, не ограничивается рамками соглашения. Более 75 миллионов рублей в год мы тратим на содержание еще двух очень важных социальных объектов для города. Я говорю об Олимпе и ДКШ. Дворец шахтеров – это дети, это сотни детей, это творческие коллективы, которые известны, в том числе и за пределами республики. Олимп – это опять же сотни детей, которые занимаются в хоккейной школе. О помощи предприятия знает чуть ли не каждый житель города. Вот только сумма в соглашении не меняется уже 10 лет. Письмо о просьбе пересмотреть финансовую помощь в мае написали депутаты городского совета. Его адресат – председатель Совета директоров Северстали Алексей Мардашов – увеличить отчисление городу по договору социального партнерства отказался. И это на фоне новостей, что владелец Воркута уголь в июле возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала Forbes, опередив хозяев нефтяных и газовых компаний, ритейлеров и владельцев коммерческой недвижимости. В этом году Мардашов, к слову, решил лично поздравить воркутинских шахтеров. Вот только праздничные слова звучат неоднозначно. Я уверен, что мы общими усилиями можем изменить ситуацию к лучшему и добиться другого уровня травматизма. Новые производственные культуры в Воркуте, которые позволят обеспечить низкий уровень травматизма, оптимальный уровень себестоимости. Уверен, что всем нам вместе это по плечу. И я, пользуясь случаем, хотел бы призывать каждого из вас быть личным примером культуры безопасности на производстве. Позиция несогласия Северсталина – перерассмотрение условий социального партнерства не устраивает руководство республики. На недавней встрече с мэром Воркуты Игорем Гурьевым глава обозначил – бизнес должен активнее участвовать в развитии городов. Шахтеры, работающие в Воркуте, живущие в Воркуте, помимо того, что они являются жителями республики Коми, они являются работниками компании Воркута Уголь и холдинга Северсталь. Поэтому, конечно, в каких условиях они живут, такой социальный настрой у них, по сути дела, каждый день влияет на их психологическое и нормальное человеческое настроение. Поэтому в этой части еще раз хочу подчеркнуть, что моя позиция остается неизменной. Они должны увеличивать социальный пакет в помощи городу Воркуте. Эти праздничные торжества Воркуты – 70-е, юбилейные. Стоит надеяться, что в новый рубеж компания войдет и с новыми полезными начинаниями, и с большей социальной ответственностью. Воркута углю этого желают все жители Заполярья.